Друзья, всем привет! Уже как будто по традиции я начинаю влог из машины, пыталась что-то снять дома, но не успела. Ну всё, дела в городе доделаны, едем в аэропорт, вещи собраны, сумки собраны, виза с собой, паспорт с собой, всё проверила. Привет! Смотрите, кто летит в Африку, самый сладкий ребёнок на свете! Смотрите, кто летит в Африку, самый сладкий ребёнок на свете! Ну что, друзья, мы три часа ехали от аэропорта. Алло, Анна, Александра. Мы ехали три часа, но эмоций уже куча. Да, эмоций уже куча. Мы видели зебр, и сейчас мы приземлились в аэропорту Келиманджаро. Доехали три часа, мы ехали сюда, в этот лагерь. Пересели в другую открытую машину, и теперь мы отправляемся в наш отель через сафари. Поэтому погнали посмотрим, что мы встретим сегодня в сафари. Погнали! Погнали! Have a good day! Have a good day! Can ox eat the antelope? Yeah, we have the lion. I'm not talking about the lion. I'm talking about the ox. Ox? What does the mean of ox? Ox is an animal. The one has... Yes. Like the dark brown, she means the dark brown. Yeah, that is impala. It's eating the grass. Impala don't eat the other animals. The cats only eat the antelope. So this one, this is female. And that way there's no horns. So male of this waterbuck, they have horns. It's a dog. That's the dog. Mom, I'm a little bit older. No, 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 no. That's what I do. The cat is eating. Oh, it's a cat. Oh, it's a cat. I don't know. ресторан баобаб координаты сейчас я подъезжаю мы там срок такой планировали мы остановились у огромного баобаба на ланч оказывается и вся еда у нас с собой ну ресторанов тут конечно нет пикник под баобабом что просто невероятно александр вы уже засыпаете водички в отель понимаю тебя сашенька тоже хочу в свахиле вы скажете маиша 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 а и Субтитры сделал DimaTorzok Рум-тур. Наши комнатки на сегодняшнюю ночь выглядят вот так, с большой прекрасной кроваткой, с очень сафари-видом, без стен, только сетка и ящерки на сетке. Здесь небольшая ванная, халатики и душевая. Душ есть закрытый, красивый деревянный туалет. Открытый душ здесь, на улице, рядышком, а тут закрытый душ с бабочкой, которая улетела. Снаружи есть уютные лежачки, на которых можно позагорать, чем я, пожалуй, сейчас и займусь. Субтитры сделал DimaTorzok Мы едем на ночное сафари. Это все по-настоящему, это не зоопарк. Саш, ты как? Нормально. Нормально? Ань, ты как? Да, очень хорошо, мне так все нравится. Я вижу кого-то. Райд. Это же кот. Да. Это очень сетит. Красный кот, да? Ты видишь? Это Дженет, да? Да, да, да. Это два, да? И еще один здесь. Продолжение там. Да, да. Это два хаэна. Это один здесь, и другая на улице. Какой же я в жизни видела на мою детей. Это такая мелаша. Мелаша? Смотрите, как спот, да? Аааа. Ааа. 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 Аааа. Аааа. Ааа. Ааа. Вау! Вау! ну что друзья мы вернулись ночного сафари и этот длиннющий день подходит к концу даже трудно поверить что это был первый день и мы только сегодня прилетели вообще мы сегодня проделали путь из Москвы до Килиманджаро и из Килиманджаро сюда до этого парка в котором мы сейчас находимся это еще не Серенгети в которой мы поедем основной большой а промежуточная наша остановка вот день был невероятно насыщенным из того что хочется сказать мы очень смешно поужинали точнее как мы еле смогли поужинать потому что постоянно в нашу еду залетали какие-то букашки зучки богомолы потом пробежала какая-то огромная кошка такая знаете полудикая полудомашняя кошка в общем это был какой-то сюрой после этого мы уже отправились на ночной сафари и вот вернулись его обратно в номера укладываться спать потому что завтра достаточно ранний подъем чтобы поехать на утреннее сафари и все-таки выспаться после долгой дороги и перелета еда кстати невероятно вкусная просто безумно вкусная нам приготовили какую-то котлету из свеклы то есть это была просто полностью свекольная котлета но это было настолько вкусно что даже не передать словами после этого тоже было мясо с гарниром там овощами картошечкой ну короче готовят они круто очень полноценно после этого принесли чистейший черный шоколад к чаю это было особенно приятно но конечно подпортили всю малину только мушки которые спокойно не давали поесть постоянно летали попадали в тарелки и во все другие места в которые хотелось и не хотелось на ночном сафари мы пока не встретили львов но мы надеемся их встретить завтра наши приключения только начинаются и впереди большой план много красивых мест а поэтому я думаю что у нас будет не одна часть а несколько частей но все отправляюсь спать нанесу на ночь какую-нибудь масочку коллагеновую тут нашла недавно вот такой коллагеновый бренд бренд крем с коллагеном и взяла с собой маску под глаза как маску крем и масочку для лица сейчас нанесу потому что погода жарко солнце шпарит поэтому хочется чтобы кожа моя я высохла в этом путешествие немного охотничьих условий перед сном чтобы почистить зубы нужно набрать воду из термоса потому что есть отдельно питьевая вода есть вода из термоса которая для того чтобы почистить зубы и отдельно есть вода которой можно мыть руки в которой можно мыться но которую ни в коем случае нельзя брать в рот поэтому чистим зубы так знаете как в палаточном лагере но это первый наш отель такой другие будут уже более привычные уже по приезду в москву записываю вам небольшой комментарий касательно эмоций и ощущений первая ночь в лагере честно говоря это было что-то невероятное потому что очень резкий такой переход из урбана из города я живу рядом с москва сити тут постоянно шум вот эти высотные дома и все это вообще не очень люблю поэтому я купила квартиру на втором этаже в лесу но вот это ощущение когда ты остаешься просто посреди дикой природы в ночи слышишь огромное количество звуков сверчков и что самое удивительное знаете у меня какой был инсайт такой не знаю можно ли это назвать инсайтом скорее это просто какой-то был глюк такой визуальный я как раз проснулась ночью хотя спала там очень хорошо на свежем воздухе но я все равно проснулась скорее всего от холода потому что непривычно и мне показалось что я ослепла это не шутка мне реально показалось что я ослепла потому что было так темно я не могла понять я вообще вижу что-то или нет пока я не разглядела звезды потом уже естественно включила там телефон лежащий рядом поняла о не все нормально я все вижу все хорошо в общем ощущение удивительное касательно безопасности нам все говорили что у них не было кейсов чтобы животные нападали на палатку потому что действительно но мы тоже не встречали там агрессивных животных они все держались там далеко и от машин и от лагерей но всегда специально ходят ребята с оружием на всякий случай есть тревожные звоночки такие всегда в палатках есть рации то есть принципе можно всегда позвать подмогу если это потребуется но сотрудники говорили что то вообще не опасно мне лично не было страшно мне было прикольно прям какого-то сильного страха я не испытывала но я и когда там на львов смотрю мне не так страшно почему то не знаю может у меня какой-то тумблер был выключен на тему безопасности конечно потом когда мы уже увидели кое-что другое как львы поедают свою добычу это уже было немножко иначе страшнее воспринималось вот и самого страшного это мушки комары которые конечно безумно кусаются они не малярийные прививок туда делать не нужно было как нам сказали наши турагенты но мы не делали собственно хотели но не сделали и все хорошо но кусают правда страшно чешется ужасно и я еще такой человек я правда это сильно видимо реагирую у меня прям у меня еще вкусная кровь в кавычках например если аню сашей кусали не так сильно то я была искусана просто вся все мои ноги были все искусаны я постоянно чесалась и обязательно возьмите какой-нибудь крем именно после укусов успокаивающий возьмите антигистаминное чтобы не было никаких эксцессов потому что там знаете разные животные встречаются и вдруг у вас откроется какая-то неведомая аллергия на что-то что вы ранее не встречали вот а в остальном все хорошо кормят вкусно классно очень сбалансированно как то вот они прям умеют я даже чувствительная очень ко всяким вопросам питания чувствовала себя там очень хорошо очень бодро ну и в целом приятно the next day сафари день 2 мы проснулись ранним ранним утром нас ждет кофеек и прекрасное утреннее сафари всем привет посмотрите какая красота спали мы просто как убитые очень крепко мне снились какие-то невероятные сны сейчас полечь на вот эту кроватку и лежать сашенька доброе утро доброе утро как твои дела проснулись немножко в общем мы проспали львов а мы не выходим утром на охоту потому что нас и так тут кормят с букашками конечно ничего мы уже свыклись как ваши ощущения от этой ночи мне было дико приятно тут спать мне как-то прям не знаю мне понравился этот шум природы звуки природы лежишь вокруг тебя вот эти птицы какой-то шелест мне так это понравилось я просто дома включаю на телевизоре похожие видео именно с звуками природы тебе сашка я съела третьего комара походу она втянулась сладко замечательно вообще фанат такого я очень люблю природа это это медитация но уснула я очень быстро и проснулась я очень сладко рубрика оцениваем лук анны посмотрите на эти прекрасные порн борджи скарга брюки с ботинками эрмес анна решила их сочетать и с прекрасным пуловером от борн борджи ссылочка будет в описании анна какие очки вы выбрали сэн лоран шикарно а я просто одета как охотник и надела стильный шарф анна Мы сейчас видим льва, который сидит на дереве, точнее львицу. Пока мы едем, расскажу вам немножко, как устроено сафари, как это происходит. Мы выезжаем на вот такой открытой машине, но мы заметили, что такая открытая машина только у нас, у всех остальных почему-то она закрытая. В общем, если вы будете планировать вашу сафари-поездку, мы крайне рекомендуем брать именно открытую машину, потому что это невероятно прикольно. Все остальные сидят, знаете, в таких стеклянных машинках и вылезают только наверх. А у нас открыты все стороны, дует ветерочек. Да, конечно, не очень приятно. Иногда летают мушки, особенно если мы останавливаемся, но нам дали такие специальные черные хвостики. Мы ими отмахиваемся от мух. Но в целом вот так ехать на воздухе гораздо более приятно. Сафари занимает по несколько часов. Здесь огромная территория. Сегодня мы провели на утреннем сафари часа, наверное, три или четыре. Тоже увидели огромное количество диких животных. Самое сложное, это, конечно, поймать котиков различных, диких котиков, львов, леопардов. Но льва мы сегодня уже увидели. Это было невероятно. Точнее, львицу, которая сидела где-то на дереве, где-то в этой пустыне. Сбоку чилят страусы. Мы немножко притормозили на них посмотреть. Вот, поэтому одеваться надо достаточно тепло. Постоянно сильно дует, но одеваться так, чтобы была возможность раздеться и остаться в футболке, немножко подышать. Потому что ехать прохладно, вот. Но когда, конечно, машина останавливается, становится очень жарко. Поэтому многослойный лук, капуста стайл, наше всё. Очень много мошек, они кусаются, но они не опасны. Здесь есть средства, их дают сотрудники отеля. Мы постоянно ими пшикаемся. И тут, ребята, очень плохой интернет. Нет, будьте готовы, конечно же, к тому, что даже Wi-Fi в отеле будет еле-еле грузить те вопросы, которые вам, возможно, нужно решить. Поэтому не планируйте совмещать с работой ваш отдых, если вы прямо едете глубоко в сафари и остаётесь в парке. Потому что есть, конечно, отели подальше, в удалении от парка. И там получше обстоят дела, насколько мы понимаем, с интернетом. Но мы же выбрали отель, который просто стоит посреди вот этого парка. И там всё сделано на солнечных батареях, супер-эко. Мы не используем никакого пластика. У нас всё в железных боксах, железных бутылках. Это очень клёво и очень колоритно. Вот. Как-то так. Маленькое ревью про сафари. Обязательно вытираем лицо. Вернулись домой с сафари. Сегодня у нас такой chill day в нашем отеле. Хотела вам рассказать. Очень прикольно. Они тут экономят воду. И каждый раз, когда нужно сходить в душ, мы просим, чтобы воду нам принесли. Они приносят нам водичку. И только после этого вот этой ниточкой я эту водичку включаю и могу сходить в душ. Так что давайте освежимся после сафари. Приоденемся в халатик. И немножко попробуем поработать. Короче, мы идём заниматься йогой. Мы попросили... Аня захотела красивое место, чтобы заниматься йогой. Поэтому нам дали мужика с ружьём. И этот мужик с ружьём. И провожает нас на безопасное плато для йоги. Но у меня большой вопрос. Насколько оно безопасное, если мы идём туда с ружьём? В общем, этот мужчина бесстрашный будет нас сохранять, пока мы делать будем йогу от всяких диких животных вот этим вот ружьём. У Ани йога уже началась. Сейчас будем релаксировать. Вау. Мне кажется, вот здесь. И так вот. Благодарим Алису за йогу. Алиса, спасибо за йогу. Знаешь, что змеи тут есть? Даже в Москве змеи не есть. В Москве вообще змеи много. Особенно на Патрик. Так, мы заезжаем за украшением, потом к племеням и в отель. Алиса, что увидел, что есть? Да. Есть ли вы, что там? Да. Мы есть и日ик. Да, это есть. Хороший и длитель. Да, вот так вот. Как дела? Да, я хорошо. Хороший и длитель. Да. Да, вы будете там? Да. Уменьшись авганского фига. О, как вы думаете русского фига. Российский фига? Да. это очень большой это у него есть лица у него есть лица он имеет лица и он имеет лица и лица на его ногах и лица на его ногах абсолютно он выглядит это он также имеет лица и божественный Доброе всем утречко. Мы всё-таки встали сегодня в 6 утра. Нет, мы сегодня в 5.30 проснулись. Аня хотела уточнить, что мы сегодня всё-таки встали не в 6, а в 5.30, да, это правда. Нет, сейчас в 7 утра, мы ещё не выехали на сафари, если мы выйдем в 7 сафара, так же, как вчера, то будет тупо. Короче, мы должны очень быстро поесть и выехать на сафари, поэтому я просто быстро расскажу, что было утро. В общем, Аня ночью слышала гиену, вот так примерно это было. Какое-то такое вот. А также Аня говорит, что я слышала рык, но здесь я могу сама справлюсь. У меня дела попроще, значит, кто-то насрал у меня в ванной, и, судя по всему, это дикая кошка. Просто я встаю, у меня прям под ванной вот такая какаха, как бы такая нормальная прям. Они предполагали, что это ящерица, я говорю, не-не-не, ну, типа, это большая какаха. Они говорят, да-да, ну, может быть, у вас вот такая ящерица в номере? Я такая, что? Они такие, не-не, ладно, это кошка, кошка, это кошка. Я такая, да, окей, это кошка. А ещё у меня была лягушка в ботинке. Представляете, я утром начала надевать ботинок и поняла, что мне что-то мешается. Решила посмотреть, что там, и она выпрыгнула. Ну, я, конечно, очень испугалась. Ещё у неё за шторой была лягушка, которая сидела в шоке, что мы ржём, съёл какашек. С моих, как мы заканчиваем на этой приятной ноте наш завтрак. И отправляемся на Морнинг Сафари! Морнинг Сафари! Морнинг Сафари! Б можно будет вытаскиваться на мае! Морнинг, которые вытаскивать. Морнинг, кто-то кого-то зажим. Трофей! Stay quiet, stay quiet, please. I'm scared. No. Don't move. I'm scared. I'm scared. Ah, is this it? Yeah. I'm scared. You're just... Продолжение следует... 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 А мы вообще с Аней, ну, Сашеньку, конечно, не упоминаю здесь, она ещё сформирует своё мнение об этих вопросах в будущем, но мы с Аней не брезгливые люди совсем, и я абсолютно нормально относясь к разным вот таким, да, экзотическим, интересным и нестандартным для городского человека вещам, но ощущение от этого племени, мягко говоря, было прям очень неприятное. Но я даже позволю себе сказать, что отвратительное, потому что, во-первых, чувствовалось, что это всё немножко наигранно, во-вторых, чувствовалось, как они очень прям вот хотят вытащить из нас какие-то деньги. Мы можем узнать о том, что это одна семья. Это одна семья? Да, большая семья. Это все, как, сестра и бронхи? Да, да, да. А там есть, как, с мамой, и... Кто это? Это с мамой, и с женщиной, и с женщиной, и с женщиной. Ты знаешь, мы полигон, men have many wives. А-а-а. So that's why our big family. Men have many wives. Many wives, да. И бывает, что это, знаете, ну, правда, ненавязчиво и как-то абсолютно окей. Особенно, когда ты видишь, правда, людей в другом положении, ты всегда им хочешь как-то чем-то помочь. Особенно деткам. Вот и деткам Сашенька вообще подарила игрушки. Мы у них, конечно, там, купили всяких украшений потом. Но это было так как-то подано. Очень сложно это объяснить. Как-то подано достаточно грязно, навязчиво. И это, честно говоря, смущало. Но кроме этого, это, наверное, не самое страшное. Если было только это, it's ok. Там потому что в дальнейшем такого было вообще много. Потом еще расскажу. В следующем влоге их будет два про Африку. Не только один, будет еще один влог. И это, конечно, встречалось не только там, не только в этом племени. Но кроме этого, тот человек, который нам рассказывал про это племя, собственно, житель из этого племени, он имел вообще какой-то такой, знаете, достаточно странный какой-то акцент и подтекст. Сейчас попробую объяснить. Значит, что он нам рассказал? Он рассказал, что в этом племени это вообще все, по сути, одна семья. И есть отец, мужчина, там, старший, у которого было то ли 10, то ли 15 жен. И всего около 110 детей. И что у массаев, у них принято вообще иметь очень много жен. Если ты можешь о них позаботиться, да, то есть это окей. Ну, то есть если ты можешь, да, там как-то организовать им быт, то пожалуйста. И у них есть обычай, что ты должен как бы спать по очереди вот в этих разных домиках с матерями, да, деток, которые рождаются, как вы можете догадаться, вообще в немаленьком абсолютно количестве. И я понимаю, что есть разные культуры. Абсолютно я не имею к этому вопросов. Исторически так сложилось, у каждого здесь какие-то свои предпочтения. Но ощущения от этого всего были прямо крайне неприятные. Честно говоря, это все. Он еще так вот как-то томно, медленно и даже немножко как будто надменно разговаривал, как мне показалось. Это только мое личное представление, мои ощущения. Но я словила прям что-то очень неприятное. А я, наверное, в силу такого опыта работы с разными людьми, сотрудничества и в последние годы набора большой команды, я всегда на характер человека, на поведение обращаю большое внимание. И тут, честно говоря, я себя чувствовала очень неприятно. Плюс мы там вместе танцевали, брались с ними за ручки, там заходили куда-то. Но когда мы увидели, как все оформлено в доме, да, и как там на самом деле грязно, нам стало очень страшно. Потому что все-таки Африка, и в том числе Танзания, да, там люди, к сожалению, опять-таки в том числе из-за вот такой семейной культуры, лидеры по определенным очень опасным заболеваниям. И невозможно об этом не задумываться, будучи женщиной, да, будущей мамой, да, и как-то заботой о своем здоровье. Я думаю, у каждой женщины стоит на высоком приоритете. Поэтому мы прямо, честно говоря, очень напряглись, очень как-то испугались. Ну и правда, осталось такое неприятное послевкусие от этого развлечения. Это, знаете, как такой какой-то людской зоопарк был, что мне вот крайне не нравится. Ну то есть когда тебя привозят посмотреть на якобы жизнь, да, там вот племени, видно, что оно, да, окей, даже если они так живут, но видно, что это просто полностью такое туристическое место. Это достаточно непонятные взгляды этих людей, их такие сложные на самом деле глаза. И у меня это до сих пор стоит как-то передо мной, перед лицом. Мне лично такой вид туризма, такой вид познания этой истории крайне неблизок. То есть я бы даже скорее лучше согласилась бы на экспедицию, какую-то, может быть, даже более опасную, но в какие-то более там далекие уголки, чтобы посмотреть на всё это в такой реальной чистой жизни. И там, возможно, было бы как-то всё совсем иначе. Может быть, там было бы и хуже, я не знаю. Но честно скажу, что если вы достаточно чувствительны, будьте аккуратны именно вот с выбором такого заезда в племенную историю. Мы долго после этого не могли отойти, пока мы не доехали до отеля и не передохнули там пару часов. Мы до сих пор были под впечатлением, ну, мягко говоря, неприятных. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100! 100! 100! Yeah, 100! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Можно, пожалуйста, спрей для москитов? Я помогу! В общем, у нас у водителя дикий тупняк. Он не понимает, что такое москитоспрей. Он такой, ну, вы едете на сафари, короче, а я заеду на москитоспрей после. Мы такие, нам нужен сейчас москитоспрей, потому что на сафари очень много мух. Он такой, да, да, закрывайте дверь. Окей. Вот. Объясню нормально, что мы хотели тут сказать вообще и что происходило. Первые наши две ночи мы провели в Трангире, в палаточном лагере, вот в этом заповеднике, в очень классной территории, в приятном действительно палаточном лагере и с приятными гидами, людьми, которые действительно были профессионалами. Они знали, куда во сколько выезжать, как подъезжать к животным. Они всегда как-то правильно останавливались, чтобы нам было удобно сделать кадр, потому что понимали, что это то, что нас волнует и интересует. И это было очень приятно. Мы всегда ощущали такую здоровую заботу о себе, какую-то дружескую. Но наш водитель, который нас повез уже дальше в Нгору-Нгору, если я правильно произношу, в этот кратер, это безумно красивое место. И оно так называется, потому что вроде бы оно переводится как цветное-цветное, да. И там различные породы камней и земли. Вечером, например, это обретает какие-то просто невероятные краски. Но мы этого не смогли увидеть, потому что мы туда поехали в палящую жару. Не рано утром, а где-то вот, наверное, к 11 мы там, может, оказались в очень такой жаркий период. И водитель нас не очень хорошо понимал, не очень хорошо понимал английский. И, к сожалению, во время сафари мы тоже поняли, что мы не получим такого экспириенса, как мы получали ранее. Потому что как будто бы водитель, да, причём водитель, он вообще, он тоже из племени Масай. И он там жил всё это время. Но он всё равно как-то иначе мыслил. И он нас не подвозил прям вот в какие-то самые прикольные места. Действовал не так быстро, не так складно. Где-то проезжал какие-то интересные моменты, из-за чего мы очень сильно расстраивались. И у нас, честно говоря, потом с этим водителем сложился прям дисконнект. Мы, ну, видимо, он заметил, что мы как-то не очень довольны, что ли. Нам тоже было из-за этого грустно. Но, тем не менее, было не очень комфортно. Путешествие всё-таки достаточно дорогое было. И поэтому мы претендовали на этот комфорт. Нам не хотелось его обижать как-то. Но мы просто вот где-то отказывались. Например, он нас должен был завести в места, где вот изготавливают танзаниты. И почему-то, когда мы ехали обратно уже в аэропорт, уже когда вылетали в следующую локацию, мы должны были куда-то заехать в какое-то туристическое местечко, магазин. И он нас прям очень хотел туда завести. Мы такие, нам не надо, нам не надо. Поехали в аэропорт. Он такой, нет, я должен, мне нужно подписать бумаги. Какие-то бумаги там нужно подписать в туристическом магазинчике. Мы такие, ну ладно, окей, но мы не будем выходить, мы хотим сразу в аэропорт. Потому что мы увидели, что там просто прям магазин-магазин. А мы уже не готовы были что-то ещё покупать и тратиться. Мы хотели просто вылетать в следующую нашу точку волшебную, которую вы тоже увидите. И он прям настоял, мы заехали, и в итоге оказалось, что нужно было написать, записать такой типа отзыв. Хотя мы с нашими там турагентами постоянно на связи, мы им всё рапортовали, всё писали. И в целом были очень довольны всем происходящим. Но вот именно вот эти маленькие мелочи, когда, да, там твой гид, не твой помощник, а вот какой-то проводник в какие-то выгодные, нужные для него стороны, как нам показалось. Ещё раз говорю, это наше личное мнение. То это, конечно, делает путешествие немножко иным. Да, вот и так же, как с племенем, было видно, что он с этим племенем вась-вась. И... А мы себя чувствовали как-то незащищённо и странно. И так же вот потом уже в конце. Поэтому здесь, конечно, я по возможности оставлю какие-то контакты. Я чуть позже пойму, какие. Я оставлю под видео. Вы точно там можете найти определённые рекомендации. Но просто базово скажу, что если будете ехать, уточняйте прямо очень детально, кто вас будет вести, чтобы это желательно. Был проверенный человек, с кем кто-то уже ездил. Чтобы вы себя чувствовали, правда, очень комфортно и очень приятно. Нам дальше полностью везло на всех, кто с нами как-то взаимодействовал. Я надеюсь, что вам тоже повезёт. Дальше всё было прекрасно отлажено, отточено. И, скорее всего, отточено командой турагентства, которая нам помогала в этом. Но вот момент с водителем, конечно, напугал. Потому что, правда, в другой стране и в стране очень отличной по культуре для твоей культуры, это такой сложный, пугающий моментик. Ещё маленький момент. Я часто замечала, что он не чистит машину. Ну, в плане, знаете, там могла какая-нибудь чашка кофе остаться, которую мы там где-то с собой брали. И тот час, как чашка кофе лежала там, не знаю, три дня. Но меня это лично немножко смучало. Ну, потому что, опять-таки, мы в стране, в которой много даже какой-то, может быть, кишечной истории, в общем, что там можно подхватить просто из-за несоблюдения каких-то санитарных норм банально. Это большой вопрос. И всё-таки, работая в туристической части, важно за этим следить, за комфортом таких вот, окей, избалованных, назовём нас такими, европейских, российских, в общем, людей с другой части света. Это лично мои такие ощущения, поэтому заботитесь тоже о своём комфорте. Обязательно берите антисептики, салфетки, чтобы вам было хорошо и приятно в этом путешествии. Об этом прям надо позаботиться точно. Спроят комаров, вам дадут, найдут точно. У отеля их полно. И в конце он у нас не взял чаевые. Причём он нас сначала взял, а потом уже, когда мы зашли в аэропорт, ну, это уже так совсем, я вам финал рассказываю, он эти чаевые вернул через конвертик, через сотрудника аэропорта. И это такой был грустный момент. Я думаю, что он что-то почувствовал. И вот как-то так не очень приятно у нас получилось. Но, к сожалению, вот так. Но, тем не менее, всё было классно. И давайте теперь посмотрим на удивительных животных, которые мы всё-таки смогли поймать в Ингор Ингора и насладиться этим необычным, просто невероятным экспириенсом. КОНЕЦ 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 Не место красит человека, а человек красит место. Мне захотелось немножко секси-контент. А это банан! You want to be in the block? Say hi! Короче, мы вылетаем, мы вылетаем. Вон наш самолёт. Мы вылетаем в Серенгетти. Мы закончили вот в этой части Африки рядом с Келиманджаро. Нас ждёт наш джет, самолёт, правый джет, кукурузник. Короче, мы на этом кукурузнике летим до Серенгетти, да, Сашка? Всё хорошо? Да. Скажи привет. Как классно. Тебе страшно лететь? Нет, не страшно лететь. Ну чё ты стесняешься? Окей, time to go. Окей. Давай. Давай, давай! Давай! У Брати! Дай куу! Ты twentю ледейка! Да, я! Уared я! 쓸 Cruz divertный 별, 怎麼了 и возм Robotents открыт пересы О свистодиан Продолжение следует...